Война в Украине Вот это видео с девочкой, которое мы сейчас вам показываем, с девочкой Лизой из инстаграма ее матери вчера показали практически все. На этих кадрах, мне кажется, весь мрак произошедшего. Маленькая девочка катит свою коляску, мама рядом снимает. Через час в результате удара Лиза погибнет. Маму еле-еле удастся спасти в больнице, сейчас она там находится в тяжелом состоянии. А теперь я хочу показать вам реакцию на произошедшее на российском телевидении. Необходимые действия ответные совершено. Преступление должно последовать возмездие. Мы об этом говорим и о справедливом возмездии сегодня идет речь. Обстреляли не Украинскую область, а обстреляли Россию. Потому что Херсонская область – это Россия, Запорожская область – это Россия, Харьковская область – это Россия, Одесса, Николаев – это Россия. Они стреляют по нам. Есть радикальный и самый простой способ решить проблему с поставками западных вооружений на Украину. Уничтожить все ключевые объекты, железнодорожные инфраструктуры на западе, откуда идет трансфер с Польши, и на юге, откуда идет трансфер с Румынии. Я не знаю. Наверное, есть некие политические обстоятельства, которые пока не позволяют реализовать концепцию ударов по центрам принятия решений в Киеве. Так все же месть или удар по украинским военным. 117 мирных жителей, я хочу это подчеркнуть, были ранены. И 40 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, а это означает лишь одно, что число погибших, скорее всего, вырастет. К нам сейчас из Винницы присоединяется журналистка Оксана Полищук, которая, насколько я поняла, была свидетелем того кошмара, который вчера происходил в городе. Но я вам хочу первый вопрос, Оксана, задать насчет мамы девочки Лизы, потому что мне вот тут пишут в комментариях, в чате к нашей трансляции, что мама девочки скончалась. Но я сегодня видела тоже противоречивую информацию по этому поводу. Добрый вечер. Еще день, извините. Что касается мамы девочки, которая погибла вчера, 4-х лет девочки Лизы, есть действительно много дезинформации, но по последним данным, проверенным данным, мама в стабильно тяжелом состоянии, в реанимации, но она жива, на что мы все и надеемся. Сейчас весь город активно помогает также всем, кто был ранен, семьям погибших, помогает и финансово, помогает сдачей крови, помогает с розысками, если это удастся. Потому что действительно, по последней информации, 18 человек считаются до сих пор пропавшими без вести. И среди 23 погибших венечан, 4 человека остаются неопознанными. И активно спецорганы работают сейчас с родственниками погибших, берут биоматериал для того, чтобы сделать экспертизу и подтвердить или опровергнуть факты их гибели. Оксана, Вы вчера, в этот момент ракетного удара, где находились? Собственно, не так далеко от эпицентра событий, думаю, это порядка километра, потому что мы с коллегами-журналистами работали над съемкой информационного сюжета. И мы находились возле железнодорожных путей. Собственно, когда в 10.51 прогремел взрыв, было ощущение, что это совсем рядом. Потому что черный столб дыма распространился небом моментально. И Вы знаете, наша психика и наша физика все еще не готовы к таким вещам, потому что все присутствующие, они просто оцепенели. Это было жуткое чувство. Оно длилось, наверное, долю секунды перед тем, как срабатывает природный защитный механизм, что нужно прятаться, падать на землю, укрываться. Но мы испугались, потому что было такое впечатление, что это случилось за пару сотен метров от нас. Мы думали, что ракеты ударили по железнодорожным путям. Через несколько минут, когда мы уже нашли безопасное место, начала приходить информация о возможной локации. Точно подтверждено еще не было, потому что, естественно, действует запрет на публикацию любых фото и видео с места происшествия. Воздушная тревога после того, когда уже стало известно, где все произошло, она не прекращалась еще очень длительное время. Часа два не было отбоя воздушной тревоги. И часа через два был повторный сигнал тревоги без отбоя. И снова у людей уже была паника. Я в это время находилась в центре города. Полицейские уже пытались организовать всех прохожих, всех венечан, чтобы они шли в укрытие. Люди были растеряны, испуганы. И, собственно, делали все возможное, чтобы скрыться с улиц города. Сегодня Винница скорбит. Сегодня у нас в городе день траура. Мы все и с ужасом, и ждем дальнейших новостей, потому что, естественно, понимаем, что многие люди остались еще неопознаны. Многие остались еще, считаются без вести пропавшими. И ком в горле стоит у всех, честно. Мы прекрасно понимаем, что мы живем в войне не первый месяц. Но трагедия такого масштаба для Украины, для Винницы, для мира, которую сейчас можно расценить исключительно как террористический акт. Потому что ни о каких военных объектах речь не идет. Девятиэтажное здание, дом быта, юбилейный, в который попали три ракеты. Частично попали в здание медицинского учреждения, медицинского центра, который находился рядом. И частично разрушили дом культуры, который виничане называют... Это вот дом офицеров. Да, дом офицеров. Потому что мы уже видели... Тут и уточняющий вопрос просто. Вы, наверное, слышали, что Министерство обороны России сегодня впервые прокомментировало этот ракетный удар. И заявило о том, что там была некая встреча украинских военных... Завещание военных. Да, с поставщиками иностранными оружия. Вот я хочу спросить, что в доме офицеров обычно происходит в будний день? Концерты. Дети занимаются. Там много кружков для детей. Там занимаются детки и танцами, и пением, и поделками. Там очень много кружков развивающих для детей. Там всегда проходили все концерты, выступления. Собственно, вы же знаете, что и не состоялся благотворительный концерт должен был произойти там. И один из участников, организаторов, не венечана, а приезжих, также погиб. Там должна была выступать певица Роксолана, и вот она написала, что один из ее коллег погиб. Один из ее людей, из ее команды погиб трагически. И сказать, что что-то военные, любые действия могли происходить в этом здании, ну, как бы для венечан это смешно. Для людей, которые уцепились за слово офицеров, дом офицеров, там есть длительная предыстория, почему, собственно, здание так называется. Но это обычный дом культуры, чтобы было понятно людям. А рядом здание, дом быта, юбилейный, это здание, куда мы все ходили, и я в том числе, сдать часы на ремонт, ювелирные украшения, там, серебряную цепочку починить, где находились ателье по пошиву и ремонту одежды, где находились фотостудии. За зданием ювелирного находился ЗАГС, где люди женились, расписывались. Сказать, что что-то угрожало, это одна из центральных площадей города. Там всегда было много людей, там много лавочек, там рядом парк, зона отдыха. И поэтому все венечане в данный момент уверены в одном, что никто не мог ошибиться, что это военный объект. А значит, все действия были предприняты целенаправленно и с очень точной целью. Погрузить город в смерти, в мрак, в ужас, в панику. И вот в то, что мы до сих пор не можем осознать ни умом, ни сердцем. Очень. Соцсети сразу же взорвались. Венечане все сплотились, объединились. Моментально был заполнен запас по крови для пострадавших. Даже так много желающих было сдать кровь, что уже приходилось медикам записывать людей в очередь на сегодня и на ближайшие дни. Организовались по помощи семьям пострадавшим финансово. Работали все спасатели, работали все экстренные медицинские службы. Работали все журналисты. Несмотря даже на то, что сигнал тревоги не был отменен, журналисты были сразу же там для того, чтобы фиксировать, смотреть все для одной большой, огромной папки, где будем фиксировать преступления России против мирного населения нашей страны и нашего города. Каждое сообщение в соцсетях в это время, оно было наполнено настолько нечеловеческой болью, не осталось в городе людей, которые чужие. Это горе, это страшное горе, но оно сплотило людей еще сильнее, потому что мы понимаем очень хорошо, кто наш общий враг. И мы знаем, что среди, извините, что среди 23 погибших, которые установлены на сегодняшний момент, на данный момент, было трое детей, девочка Лиза, которая шла на занятия с мамой к логопеду, и два мальчика с 7 и 8 лет. Один мальчик пребывал с мамой в медицинском центре возле дома быта, который тоже был частично разрушен, и сотрудники которого, и пациенты в том числе, тоже частично погибли. Мальчик с мамой пришел на осмотр к врачу. Обычный день, обычные человеческие хлопоты, заботы. Ребенок погиб вместе с мамой. Второй мальчик ждал в машине своего дядю, и он попал просто, ну, вот в такую вот ловушку. Потому что родные мальчика, когда бежали к нему по предварительным рассказам, и пытались его спасти, освободить из машины, их откинуло далеко взрывной волной. Мальчик остался в ловушке, и там он и погиб. Очень много автомобилей сгорело. Порядка 50 автомобилей сгорели дотла, потому что рядом находилась парковка. Ужасные кадры, которые мы сегодня увидели уже из камер наблюдения, и в магазине, которое вы только что транслировали, и просто за секунду до взрыва, когда видно, как черный дым, тень от черного дыма, распространившись на все небо и накрыв всю Винницу, просто настигла людей, которые оказались волей обстоятельств в этом месте. Это все ужасно, Оксана. У меня последний вопрос. Вот вы сказали, что целью было в том числе, кстати, о военных преступлениях, простите, отвлекусь. Мы еще будем говорить сегодня в нашем эфире. Это я для наших зрителей сообщаю. Но вот вы упомянули о том, что целью было в том числе погрузить город в мрак, хаос, панику. И я правильно понимаю, что Винница была относительно мирным городом. И это не Харьков и не Николаев, где практически ежедневно звучит воздушная тряга Бога. Так вот, вам кажется, удалось ли жителей Винницы погрузить в панику? Люди пакуют чемоданы, в панике покидают город, Винницкую область. Что происходит сейчас? Мы понимаем прекрасно все. Это то, что недоказуема наша теория о том, чтобы погрузить в море боли и море горя. Это одна из стратегий врага деморализировать, сделать человека бессильным перед страхом смерти, которая может настигнуть тебя в любой момент. Но то, что я знаю точно, общаясь с огромным количеством виничан, отслеживая все соцсети, переживая каждую эмоцию у каждого человека сейчас, есть смесь огромной эмоций, но здесь нет паники. Никто не пакует вещи, не убегает из города. Да, люди будут теперь еще более серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги. Винница действительно с начала войны приняла очень много беженцев из других регионов Украины, приняла хорошо. Мы знаем, что многие люди здесь нашли не только временное пристанище и жилье, они нашли работу, они продолжили свою жизнь. Я лично общалась со многими людьми, которые были в восторге от города и от качества жизни, от приветливости горожан. Поэтому, скажем так, мы всегда знали, что мы не живем в абсолютно безопасных условиях. И сигналы воздушной тревоги нас тоже преследовали каждый день. Если не было день или два воздушной тревоги, уже мы начинали настораживаться, почему, что, что происходит. Но враг, преследуя одну цель, достиг абсолютно противоположной. Потому что, еще раз подчеркну, общие горе, общая трагедия всегда объединяет людей. И венечане в этом плане, как и все другие украинцы в любом городе, они не спасали. Вот чем можно гордиться за наших людей. Общее горе их укрепило и сделало еще более решительными в том, чтобы каждый, как мог, боролся на своем фронте до мира и до нашей победы. Субтитры создавал DimaTorzok